Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, ознакомиться с их биографией. Валерий Иванович Якоби, русский живописец, профессор-академик, член Академического Совета Императорской Академии Художеств, один из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Брат инвестиционера, впоследствии психиатра и этнографа Якоби. Якоби Валерий Иванович – жанровый портретный живописец. Сын помещика, получив общее образование в Казанской гимназии, поступает студентом в операторский Казанский университет, но не окончил в нем ни курса. Когда составлялось в Казанской губернии ополчение для участия в крымской кампании, Якоби записался в него и отправился в ее рядах к месту военных действий, но на пути туда был вместе со своим отрядом остановлен, так как война прекратилась. Тогда он решил посвятить себя живописи, любовь которой чувствовалось еще на школьной скамье и, прибыв в 1856 году в Санкт-Петербург, стал посещать классы Императорской Академии Художеств. Состояв в ней учеником профессора Маркова, он прошел ее курс чрезвычайно быстро и получил одну за другой все награды, установленные для полного его окончания. Я пользуюсь Википедией. Вскоре по получению большой золотой медали Якоби отправился за границу в качестве пенсионера Академии. Посетив сперва Германию, он проехал в Швейцарию, работал некоторое время в Цюрихе под руководством профессора Колера, а затем жил в Париже, Неаполе и Риме. В 1878 году провел шесть месяцев в Париже в качестве комиссара при русском художественном отделе на тамошне семежной выставки и члена ее международного жюри со стороны России. В 1883, оставаясь членом Совета Академии, был назначен профессором-преподавателем в ее классах. От обеих этих должностей Иолину отставку в 1891 году, вследствие происшедшего тогда коренного преобразования Академии и последние годы своей жизни провел и в Санкт-Петербурге, но преимущественно в Алжире и на юге Франции. Был человек умный и бесспорно даровитый, но чересчур скорое происхождение им художественной школы невыгодно отразилось в его работах. Рисал он очень посредственно, прибегая даже в мелочах, с помощью манекена и фотографии. Плохо справлялся с перспективой, писал довольно сухо и неуверенно. Был цветист в колорите и не силен в светотене, но все эти недостатки старался скрывать занимательностью сюжета, эффектным расположением композиций и нарядностью, изображенных костюмов и прочих аксессуаров. Якуби Валерий Иванович – типичная фигура художника 50-60-х годов XIX века. Довольно полная фигура, закрученная кверху усиками и испаньолкой, одет в черный бархатный пиджак, повязанный особо артистическим бантом, белым шелковым галстуком. Круженные манжеты из бархатных рукавов, цепочка от часов со множеством плевоков, вечно надушенный духами. Чрезвычайно горделивый вид и сознание собственного достоинства. Вид – генеральский. Дорожному его виду соответствовала и обстановка его мастерской в академии. Хромадная комната, напоминающая внутренность альгамбры с шлепными украшениями в мавританском стиле. Посреди комнаты большой фонтан с морованным бассейном, окруженный тропической растительностью, высокими пальмами. Наверху фонтана статуя девочки работы Чижова. Стены до половины затянуты прекрасными коврами и восточными тканями. Вдоль стен мягкие тахты с вещественным количеством всевозможных подушек. И на этих подушках уседает сам Валерий Иванович. И принимает дам своих поклонниц, угощая их бульдегом. Это такие конфеты. Вот такое описание художника. Умер 13 мая 1902 года в отрасли 67 лет. В Ницце, Франция. Ну вот так вкратце о русском живописце, профессоре, академике, члене Академического Совета Императорской Академии Художеств, учредители товарищества передвижных художных выставок Валерия Ивановича Якова. Пока-пока. До свидания.